В Милинковском районе загорелся магистральный газопровод. Как сообщает Минэнерго, авария произошла в 7 часов 25 минут в полутора километрах от населенного пункта Одино. Порвался магистральный газопровод диаметром 1200 мм. Стол пламени взметнулся на 20-метровую высоту. Газопровод перекрыли. Началось выгорание газа. Транспортировку голубого топлива наладили по резервной линии. Газоснабжение конечных потребителей не пострадало. Газопровод принадлежит компании «Газпром Трансгаз Нижний Новгород». Она же его и обслуживает. В аварийно-восстановительных работах участвовала МЧС Владимирской области. По данным наших спасателей, от места аварии до населенного пункта Одино не полтора километра, как указывают энергетики, а семь. Жителям деревни ничто не угрожало. Пострадавших и погибших нет. В 8.00 газопровод был перекрыт. В 8.15 прекращено открытое горение. Угрозы населенному пункту деревни Одино нет. В районе работают силы и средства территориальной подсистемы в количестве 32 человека. 12 единиц техники. Из них от МЧС 11 человек. 5 единиц техники. Проблемных вопросов по ликвидации происшествий нет. Следственный комитет по Владимирской области начал проверку по факту порыва и возгорания газопровода. Если виновные, в техногенной аварии будут установлены и могут предъявить обвинение по уголовной статье о уничтожении или повреждении имущества по неосторожности. Как сообщает следком, в результате утреннего ЧП подземная коммуникация протяженностью около 50 метров буквально выбросила на поверхность. От утечки газа возникло возгорание на площади радиусом около 100 метров. Огонь уничтожил не менее 4 гектаров леса. Сейчас выясняется вся цепочка. Поставщик газа, потому что магистраль идет в территорию Рязанской области, подземная коммуникация. И, естественно, все пути ведут там. Подача оттуда. Скачок вот этой подачи мог только следовать от основной станции. Почему это произошло? По каким причинам? Технологические какие-то неполадки или человеческий фактор? Это предстоит установить следствие.